Итоги за 2021 год. В минувшую пятницу состоялась отчетная встреча Акимогорда перед населением. Беспочвенный ажиотаж. Дефицита сахара в Карагандинской области нет. В минувшую пятницу прошла первая запланированная отчетная встреча Акима с жителями города. В соответствии с указом президента в таком формате встречи с населением будут проводиться на постоянной основе. С интервалом не реже одного раза в квартал. Совещание прошло во Дворце культуры. Ураста Урбеков отчитался о проделанной работе за 2021 год и поделился планами на текущий год. Мы продолжим строительство 45-квартирных домов номер 11-15. Завершим строительство в текущем году, как я уже говорил, идти к индивидуальному жилищному строительству в микрорайоне САМА. Завершим инженерные коммуникации к 11-15 дому. Продолжим строительство внутриквартальных тепловых сетей в микрорайоне Хонрад. Продолжим реконструкцию тепловых сетей магистрали М1-М2. Проведем текущий ремонт тепловых сетей и магистральных поливных сетей в объемах утвержденного бюджета. Также будет продолжено благоустройство площади Тавельс-Издек. Средний ремонт автомобильных дорог в текущем году проведут на двух улицах города. На общую сумму около 260 миллионов тенге. Это улица Абая от Абугалиева до Спицына расстояние в 3 километра. И улица Сифулина от Амагильды до Сатпаева. Помимо этого, разработана схема градостроительной документации, где детально разработан план прибрежной полосы в районе старой площадки и генеральный план города с изменением границ населенного пункта. Кроме того, уважаемые земляки, мы на этих проектах не остановимся. Есть ряд проблемных вопросов, которые требуют своего решения, но их очередность и включение в бюджет зависит от возможности местного бюджета и финансирования с республиканского и областного бюджета в соответствии. По завершению отчета Акима в формате свободного микрофона были озвучены насущные проблемы города от жителей. Во время обсуждения итогов работы за прошедший год свои вопросы и предложения озвучили 14 горожан. Один из них касался ремонта жилых домов в микрорайоне Самал. Первый дом 12 микрорайона. Уважаемый Аким, вот вы в своем докладе, это самый прекрасный доклад, разговору нет. Но почему вы не про наш первый дом в 12 микрорайоне ни слова не сказали? В прошлом году, я вам напомню, в августе месяце у нас с вами была онлайн-встреча. Предмет договора, вернее, предметом этой встречи было то, что я вас спросила, что с 12-го года наш дом, сколько мы писали заявлений, сколько ходили, обивали пороги Акимата, просили ремонт нашего дома. В прошлом году, я об этом вам все это доложила, вы, видите, как ваши представители отправили к нам, они обещали, что в апреле месяце приступят к ремонту нашего дома. Но до сих пор ни ответа, ничего нет. Это во-первых. Во-вторых, если не готовы ни смены, ни дефектные ведомости, что могут предложить этим предпринимателям? Объем работы неизвестен, что могут предприниматели предложить? Кому это предложат? И кто этим будет заниматься? Данный вопрос вы не понимали. Прошу ответить на этот вопрос. Здесь есть несколько сдерживающих факторов. Первый вопрос – это для того, чтобы приступить к ремонту, во-первых, должны быть средства в бюджете, не в этот раз. Второе – необходимо решение кондоминиума на сходе жителей с куровом не менее 67%. Я сам как бывшие лет вам сразу скажу. Несколько столбов находятся под напряжением, потому что даже зимой в радиусе метра от них снег тает сразу, несмотря на заморозки. Во время осадов с этих столбов освещения идет парк. То есть столбы греются. Второе – вот мы говорили, что туристическая база в городе будет расширяться. В этом парке детям даже на велосипеде тяжело кататься, потому что вечером там молодежь гуляет, ходит. Ну я вам хочу сказать, что в ходе реализации благоустройства центрального парка многие решения были изменены. И если бы мы пошли по проектному решению, которое было разработано в 2018 году, то кроме брусчатки там ничего бы не было. Это раз. Поэтому все малоархитектурные формы, плюс, как вы говорите, спортивные площадки на отшибе и отдельные зоны, зоны выпускников, там, аллея, купленных и так далее, это уже вопрос корректировки бюджета в ходе реализации, корректировки проекта. Теперь то, что касается отдельных участков центрального парка. Да, я принимаю эту критику абсолютно, но я вам хочу сказать, что текущее состояние центрального парка – это следствие раздачи земель отдельных участков центрального парка в частные руки в предыдущие годы. И для того, чтобы собрать этот центральный парк в одну единую целую композицию, нам пришлось, и до сих пор мы еще возвращаем часть земель в коммунальную собственность. Потому что частники, которым отдали эту землю, ненадлежащим образом исполняют свои обязательства по землепользованию, в том числе на тех участках, на которых, вы говорите, торчит арматура. Вот, к сожалению, такая реалия. Отчетную встречу завершили проведением приема граждан. Своими проблемами и предложениями в этом формате поделились 12 балхажцев с учетом поступивших замечаний и предложений. В течение ближайших 10 дней будут подведены итоги встречи с указанием всех проблемных вопросов, плана действий и сроков по их решению, а также ответственных исполнителей. В выходные балхажцы столкнулись с проблемой. В городе с прилавков исчез сахар. Правда ли, что стоимость сладкого песка выросла и будет ли дефицит этого товара в городе, мы решили узнать сегодня в выпуске. Что думают балхажцы о сложившейся ситуации в рубрике «Близ опрос». «Дня три, наверное, я брала 385. Два килограмма дали, больше, говорит, не даем, по два килограмма. А вы где покупали? Там я на 21-м живу. Ой, магазинные. Как-то батархан. А сейчас нигде его нету сахара. Ну, говорят, попечь на чем-то будет, что ли. Как бы затарились, у нас пока есть, пока не переживаю. У нас есть, да. Мы датчики, поэтому мы обычно берем, в самом случае мешок сахара берем, и нам на год хватает. По словам Джиныса Касымбека, дефицита сахара в Карагандинской области нет. Запас сладкого товара имеется на оптовых складах больше 500 тонн. Кроме того, в ближайшие дни ожидается поставка еще 10 вагонов. Есть необоснованный ажиотаж. Никаких проблем ни по сахару, ни по другим продуктам питания нет. Прошу держать ситуацию на особом контроле. В случаях спекуляции решать оперативно вопросы. Первый заместитель председателя областного филиала партии «Аманат» Бигзат Алтымбека встретился с молодежью города. В ходе встречи общественник выслушал молодых людей. Поднимались вопросы формирования человеческой личности, служения родной стране. Обсудил предложения с болхарской молодежью по созданию нового Казахстана. Также он ответил на все вопросы по реализации партийных проектов и правильному выбору профессии выпускниками, получению грантов и дополнительных льгот в колледжах города. Мы партия, мы всегда о ваших слов мы принимаем на себя, ваши предложения тоже и будем работать над вашими предложениями. Хорошо? Потом не беспокойтесь, потом на вас будет какой-то нет, ребята, такого не будет. Если и есть, и лично что-то будете сказать, тоже не бойтесь. Это когда спор есть, истина рождается. Когда спора нет, мы все да-да, тогда у нас ничего не получится. Балхашские спонсоры приобрели квартиру для нуждающейся семьи. С силами волонтеров, неравнодушных жителей города и поселка Шашубай за месяц собрано 7 миллионов 600 тысяч тенге. На покупку двухкомнатной квартиры по улице Олимжаново, 12. Для мерам Гуля Мирбаева и ее мамы Светланы Кинжибековой. Также предприниматели малого и среднего бизнеса. Оборудовали дом всеми удобствами и необходимыми вещами. Мебелью и бытовой техникой. Ранее дочь и мать проживали на старой площадке в шестом доме. Первым свою инициативу проявила Мадина Керембекова, методист мини-центра НЖУ Общеобразовательной школы номер 9. Получив эту информацию, мы ни минуты не сомневались, что придем к такому решению. Потому что в городе очень много сочувствующих людей. Поэтому быстро, в кратчайшие сроки, приложив все усилия, мы решили проблему с жильем для таких нуждающихся людей. В минувшие выходные прошла встреча с успешными гражданами, ставшими примером для молодежи. В молодежно-ресурсном центре было организовано собрание, в котором приняли участие балхажцы, достигшие успеха в своем деле. А именно руководитель благотворительного фонда Анара Нембекова, журналист Нордос Карим, тренер по кёкушенка карате Аслан Карибеков и Оралхан Барлан, руководитель Центра английского языка. Приглашенные гости поделились своей формулой успеха и постарались мотивировать молодежь города. Начала свою благотворительность, где дарение девушки приобрели, собрали с помощью людей квартиру в Каланараде. Это большая была моя цель. И это меня начало мотивировать. Я не стала болеть, я начала питаться энергией доброй. И я начала в этой реализовываться. Мои две задачи – это привести наш город и наше побережье в абсолютный порядок, чтобы мы следили за своим озером.